Развитие инвестиционного потенциала Тверской области стало главной темой прошедшего в столице круглого стола, темами которого стали новые точки роста для бизнеса. По каким критериям Верхний Боджи обгоняет конкурентов, а какие еще нужно проработать, рассказывает наш корреспондент Мария Шалованова. Тверская область – это регион, расположение которого имеет ряд преимуществ по привлечению федеральных компаний для размещения филиалов, офисов и операционных центров. Регион ведет деятельность по развитию населенных пунктов и их инфраструктуры для жителей и для компаний, работающих в регионе, по повышению привлекательности его для бизнеса. Поэтому подобные встречи представителей предпринимательства и органов исполнительной власти – это дополнительная возможность услышать друг друга и обратить внимание на проблемы, которые мешают инвесторам входить в регион. Я бы хотел сегодня немножко по-другому построить выступление, то есть не говорить только о хорошем, а наоборот, сконценироваться на проблемах. Потому что, как мне кажется, если мы каждый раз на круглых столах будем говорить только о хорошем и, условно говоря, себя хвалить, то мы, скорее всего, дальше не продвинемся. В числе главных проблем – большой показатель убыли населения, в том числе и иммиграционный. Критическая доля пожилых людей в регионе – 34%. Отсутствие системной подготовки кадров – а это значит низкое качество образования. Иван Егоров отметил, что тверские вузы не способны готовить специалистов высокого уровня по всем направлениям. Очевидно, что несмотря на то, что у нас есть колледжи и вузы, мы не можем сказать, там коллеги пусть на меня не обижаются, что у нас все хорошо в колледжах и вузах. Нам есть куда расти, откровенно говоря. А мы все время понимаем, что наличие серьезных образовательных организаций, конкурентоспособных – это в том числе возможность оставить молодежь. Потому что мы все знаем статистику, что как минимум в 40% случаев молодые люди остаются в том городе, где они заканчивают учебное заведение. Несмотря на явные минусы, Тверской регион обладает и значительными положительными качествами. Именно поэтому в последние года в Верхневложье открываются все новые и новые крупные предприятия. Общий объем привлечения инвестиций в регион составил более 110 миллиардов рублей, появилось более 17,5 тысяч новых рабочих мест. Одним из главных приобретений в плане привлечения бизнеса для Твери стало открытие ОТП-банка. И на данный момент центр – один из крупнейших работодателей региона. Когда мы подошли к тому, что нам нужно создавать операционный центр, в общем, задались вопросом, а где? И я хотел бы вам рассказать о тех критериях, через которые проходили мы. Фактически предлагаю это трактовать как некий взгляд инвестора на воронку выбора того или иного региона для осуществления бизнеса. В своем выступлении директор Тверского филиала банка обратил внимание, что Тверь обошла более 160 городов в праве на открытие нового операционного центра. Критериев отбора было 9, первый из них – размер города. Мы для себя определили, что необходимо нам количество сотрудников нужного профессионального уровня. Мы сможем найти в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Меньше мы для себя не рассматривали, потому что под нашу задачу, под наш масштаб сложно было бы обеспечить. У нас сейчас работает 700 человек, то есть, в общем, понятно, что практически 1% от всего населения, но, в общем, нам было бы сложновато. Дальше выборка отсеяла еще несколько населенных пунктов. Они находились далеко от Москвы. Еще один критерий – социальная стабильность и криминогенная обстановка. Это во многом определяет состав населения и культуру города. Далее выбор подходящих площадок для размещения и лояльность власти к открытию новых проектов. Непростая история. Представляете, мы столкнулись с ситуацией, когда, имея желание инвестировать сотни миллионов рублей и имея желание обеспечить работы порядка 700 человек, в общем, это оказалось не такой простой задачей найти нужные площадки, найти нужные мощности. Где-то проблема с электричеством, где-то проблема с водоснабжением, где-то проблема с землей в целом. И когда мы анализировали для себя эту ситуацию, в общем, далеко не везде со стороны органов власти мы видели какую-то поддержку, готовность идти навстречу. И вот очень рад, что в итоге в Твери мы такую поддержку и отклик нашли, и в итоге мы с вами находимся в операционном центре. Представители бизнеса и органов исполнительной власти Тверской области на этой площадке смогли обговорить вопросы создания благоприятных условий и поиска новых направлений развития инвестиционной привлекательности региона, а также тему кадрового обеспечения предпринимательства. Главная цель встречи была выполнена. Стороны выработали совместный план мероприятий и механизмов по развитию привлекательности Тверской области.